Здравствуйте! В студии Город Плюс Михаил Зиновьев, руководитель проекта «Наши герои XX века». Михаил, добрый день! Добрый день, Павел! Я так понимаю, что вы сейчас в Петербурге презентовывали свою книгу «Последний герой о войне». В чем смысл книги? О чем вы говорите? Книга посвящена, но не просто посвящена, в книге находятся воспоминания героев Советского Союза и кавалеров Трех Орденов Слава, а также героев России, удостойных этого высшего звания за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны. То есть в книге сохранены их воспоминания, тех людей, с кем мне удалось лично пообщаться, в формате вопрос-ответ с добавлением фотографий, с добавлением фактов из жизни и, соответственно, с перечислением наградных листов. Сделано это специально, чтобы, во-первых, сохранить их воспоминания, чтобы не просто человек потом после смерти там остался с золотыми буквами написанным в мемориале, ну и могила у него, конечно, памятник, но хотелось бы, чтобы остался какой-то визуал, чтобы оставить фотографии, видеозаписи, чтобы сохранить в текстовом виде. То есть во всех форматах сохранить его жизнь, именно описание его жизни, описание его подвига, как он сам о себе расскажет, ну и добавить наградные листы, которые красиво расскажут о его подвиге конкретно. А как вы пришли вообще к этой идее? Ну, вообще, я пришел к этой идее 8 лет назад, у меня оба праздники, участники Великой Отечественной войны, и как-то я задумывался о том, что со временем их вообще не останется, в моем родном городе Италии тех вообще очень мало, у нас люди, к сожалению, долго не живут, вот, поэтому я задумывался о том, чтобы записать воспоминания тех долгожителей, которым, как бы сказать, суждено было повезло даже и до нашего времени, и кто еще в здравом уме, и у кого есть вообще желание рассказывать. Не все, к сожалению, кто в здравом уме и памяти, любят рассказывать, некоторых вообще желаний не было и тогда, и сейчас. То есть я стал находить этих людей, стал как-то с ними встречаться, записывать воспоминания, и потом получилось две вещи. Первая вещь – это то, что я решил, что это надо подать в каком-то формате правильном, текстовой видеоформат в соцсетях публиковать, чтобы как-то донести вообще до неживущих людей, о том, что есть такие люди еще среди нас, но если даже они умеры, все равно продолжать про них рассказывать и после их смерти. А второе – это то, что как бы проникся. Ну, я и так очень сильно уважал этих людей, поэтому этим занялся. Вообще считаю, что это величайший герой в истории нашей страны и Отечества. Но и то, что эти люди как-то стали мне близки, поэтому формат стал не на количество интервью, а на качество. То есть не просто отснять одна-две встречи, а потом общаться с этими людьми, приходить к ним в гости, поддерживать контакт до их ухода. – Сколько людей удалось опросить, со сколькими познакомились? – Сейчас уже у меня больше 200 знакомых ветеранов Великой Отечественной войны. Не все из них, к сожалению, на данный момент живы. В этой книге тоже, к сожалению, не все успели даже и до их выхода. Но с живыми контактирую, со званием встречаемся. Вот сейчас тоже в городе герои. Вот здесь встречаюсь с людьми, с кем я здесь давно уже знаком и общаюсь. – Мы видим, есть первый, второй том. Будет ли продолжение? – Да, хотелось бы продолжение. Это все зависит от того, как пойдет, потому что средства тоже пришлось чуть-чуть долго собирать. На эти первые два тома, чтобы разножить их. То есть и личные собережения, и спонсоры помогали, за что им огромное спасибо. То есть как дальше пойдет. И хотелось, может быть, в таком формате продолжатся тоже такие же книги с воспоминаниями. Здесь вот, допустим, по 20 воспоминаний в книге, ну, 18-19. Может быть, получится выпустить большую книгу там. Или может быть… – То есть есть еще 160 рассказов, которые не опубликованы? – Получается, что да. И причем работа же не останавливается, а по-прежнему еще фронтовиков. То есть хотелось бы опубликовать всех, и, конечно, хотелось бы это делать поскорее, пока они живы, все-таки вручать детям, внукам и поминать минуту молчания тоже как-то не очень удобно. – Чем ваш проект отличается от всех подобных, что был, существует, сейчас? Чем особенности? – Наверное, особенность в том, что, как бы сказать, как я уже сказал, не на количество, а на качество. То есть не просто один-две встречи, вот человек и записал интервью, и все. А как-то потом с ним общаться, как-то становиться им близким, он к тебе близким становится как-то, породнились, общаться с ними, вот какую-то мудрость от них перенимать, все-таки, когда они пожилуем всем уже за 92-93 года. И вот именно вот это вот общение живое, именно вот, как бы сказать, неравнодушие, взаимосвязь, то есть созваниваемся, общаемся. Даже когда я в армии был, я созванивался со всеми регулярно. То есть как-то это делает как-то проект просто ближе, чем обычная вот задача. – Запись воспоминаний. – Да. – А вот мы видим, что здесь на обложке есть ордена славы, орден из металлии «Золотая звезда», и, среди прочего, мы видим знак Героя России. А как Герои России здесь оказались? – Дело в том, что ряду ветеранов после уже освобода Советского Союза, уже когда учились звание Героя России в 92-м году, присвоили это высшее почетное звание за подвиги, которые они совершили в годы Великой Отечественной войны, но посчитали, что по тем или иным причинам, вот они заслужили это звание еще тогда, но их тогда не наградили. Поэтому вот им присвоили звание сейчас. Сейчас на данный момент у нас таких человек и три в живых. Вот два таких человека, вот, двухтомники есть. Один из них, например, разведчик Алексей Николаевич Батян, проживающий в Москве ныне. То есть это тоже Герои. То есть, как бы, хоть и им прошлось прожить столько лет, чтобы вы удостоверили этого звания, но они тоже Герои. А по какому принципу вы отбирали награды? Почему там нету красного знамени, красной звезды или солдатских наград более? Ну, вообще вопрос о том, как делать первую книгу, был очень сложный. То есть надо было, действительно, подобрать. Участники какого-то сражения или конкретно участники, ну, это уж слишком сложно, какого-то армии, какого-то одного подразделения. Такого уже, к сожалению, нет. Можно было выбрать по роду войск, там, артиллеристы, танкисты. Но я почему-то решил обратить внимание на то, что вот больше всего на контакт, как ни странно, шли именно ветераны-герои. И вот я хотел вот отметить, что вот было звание Героя Советского Союза в 1934 году учреждено. У нас 11,5 тысяч за Великую Отечественную получило. После войны еще это звание приходило им спустя годы. И кавалеры трех орденов славы, которые приравнивались. С 1943 года у нас пошел орден славы, и они приравнивались. И потом еще у нас появились герои России. Их сейчас осталось очень мало еще. Вот почему я хотел. Ну, как и всех ветеранов. У нас сейчас осталось 26 героев Советского Союза за Великую Отечественную войну. Один герой за Финскую войну еще остался. Он тоже есть. Да, это Василий Сергеевич Мичурин. 16-го года рождения. Дедушка живет в Минске. 103 года ему будет в этом элитме. Плюс кавалера трех орденов славы. Девять человек всего осталось. Вот буквально одного десятый, который был похоронен 9 мая на Майороне в Самарской области. Вот девять человек трех орденов славы. То есть людей осталось совсем мало. И хотелось бы успеть записать все-таки высшее звание в годы войны. А есть что-то, что по Вашим ощущениям может быть неким неформальным, невербальным образом объединяет характер людей, которые с одной стороны были удостоены трех орденов славы, а с другой стороны стали героями Союза? Ну я бы сказал, что вообще все ветераны, без учета их наград, они герои, они участники войны, они проливали свой пот и кровь, они рисковали своими жизнями. И вообще счастье, что они даже на наших дней увидели детей, внуков. Все, конечно. Но это факт того, что они просто люди были удостойны боевых наград, высшего звания, так сказать, страны удостоены. Но им еще повезло даже и до наших дней. Но повезло, не повезло, тоже там спорный вопрос. Просто что они заслужили столько прожитий, если, конечно, они не мучаются там сильно от болезней. То есть они могли погибнуть тогда, когда им было 18-20 лет, а они даже сейчас, когда им 95-96-100 лет. И как бы общее у них, наверное, то, что они люди одного поколения, одной стальной закалки, одного какого-то воспитания, у них схожие характеры, схожие принципы моральные и идейные, вот в том числе. Вот это вот все, мне кажется, их очень сильно объединяет. То есть поколения, люди одного поколения, они достаточно сильно на себя похожи. В Петербурге сколько осталось героев? Союза России, именно военных? У нас в Санкт-Петербурге, здесь, где мы с вами находимся, осталось два героя Советского Союза. С одним, к сожалению, по состоянию здоровья не удалось встретиться, но с другим мы очень хорошо знакомы, дружим. Это герой Советского Союза Михаил Владимирович Шашек. Уроженец Ленинграда пережил первую блокадную зиму, в 43-м году был призван на фронт, воевал в пехоте, потом стал командиром взвода морской пехоты и получил звание Герой Советского Союза. В 20 лет стал Герой Советского Союза, кавалером многих боевых наград, в том числе полководческого ордена Богдана Хмельницкого третьей степени. Он сегодня живет в городе Герое, Герой проживает в своем же Геройском родном городе. То есть человек пережил блокаду, ужасы блокады, человек мстил, уничтожал врагов, которые пришли на нашу родину. Человек стал героем. Человек всю жизнь отдал армию, досужился до звания полковника. Человек много посвятил тоже литературно труду. Он очень много написал про свою родную бригаду морской пехоты, про своих однополчан, собирал их письма и вспоминания. Этот человек сегодня живет в Санкт-Петербурге. Другой человек, трекратный кавалер трех орденов славы, Мороз Владимир Сакович, также живет у нас здесь, в Санкт-Петербурге. Этот человек, который был достоин трех орденов славы всего за год боев. То есть так быстро. Да, то есть он перерыв сначала оккупацию, его шесть раз угоняли в Германию, он шесть раз бежал. Потом, как он говорит, никто не хотел остерживаться, все хотели внести свой вклад в победу. Вот этот человек. Такое единственное у фронтового фото сохранилось. Этот человек прошел год боев, автоматчиком, пулеметчиком стал кавалером трех орденов славы, потом посвятился уже не врудным силам. Полковник бронетанковых войск, закончил Киевское танковое училище, служил здесь, в Ленинграде, на заводе Кировском, потом на заводе Климова, ОКБ, военная приемка. Он один из создателей много танковой техники, в том что танк Т-80 лично испытывал танки на аминах и на танковых полигонах. Человек живет сегодня в Санкт-Петербурге здесь, он последний кавалер трех орденов славы, проживающий в Санкт-Петербурге. И еще хотелось бы отдельно сказать про человека, который Ленинградской области, это танкист тоже, герой Советского Союза, Семенов Александр Иванович, это человек, который был достоин звания Героя в 44-м году, он участник боев вообще 41-го года, уроженец Лужского района и сейчас живет в Луге, вот, его семья пережила оккупацию, многие его родственники были расстреляны, повешены, он сам в этот момент сражался на фронте, прошел бои, был награжден званием Героя, после войны также посвятил свое жизнь в Уроженном силу, он последний сейчас Герой Советского Союза из знаменитой Екатеринской дивизии, вот, такие люди живут здесь в Санкт-Петербурге, и не только Герои, здесь еще фронтовиков много, но о каждом хотелось бы, конечно, отдельно сказать, но мы понимаем, что мы не успеем, но вы знаете, что в Санкт-Петербурге и в Ленобласти еще живут Герои, они среди нас, эти люди, я хотел бы подчеркнуть, очень скромные, они не рвутся на телевидение, они рвутся там на парад, на почетные места губернатору, там так далее, они вообще беззащита отказываются от приглашения на какое-либо мероприятие, люди очень скромные, они отвоевали право на жизнь и свободу, защищали страну потом и кровью, они строили страну, они служили, отдавали многое вооруженным силам, и сейчас они достойно проживают на своей пенсии, им уже почти всем под 100 лет, хотелось бы желать им крепкого здоровья и встретить 75 лет Великой Победы, и вообще много-много-много еще дат. В заключении, как можно приобрести вашу книгу, если не приобретать, то как познакомиться, вы говорили, что в интернете где-то размещаете информацию, как можно прочитать? В интернете я стараюсь публиковать по максимуму, у наших воинов века 20-го есть страница ВКонтакте, в Фейсбуке, есть Инстаграм у нас, есть у нас канал на Ютубе, книги мы пока продаем первый том, чтобы насобирать на следующую книгу, то есть как бы от продаж книги зависит, то накопим ли мы на следующую книгу, то есть такой формы, продали эту книгу, приступаем к следующему проекту. Про второй том могу сразу сказать, он еще пока не размножен, пока ограничена серия, чисто для вручения ветеранам, героям и их семьям, вот, поэтому пока было напечатано вот количество, 30 книг, но мы его тоже размножим, потому что хотел бы, чтобы до читателей донести. То есть во всех группах указано там реквизиты, и то, как с нами связаться, как получить книгу, то есть вот в Санкт-Петербурге, в Москве уже были презентации, пригласил людей, очень рад, что многие пришли, вручили книги героям и самим их родственникам, и, соответственно, просто люди приобрели, почитать, ознакомиться. Михаил, спасибо за ваш труд, радостно, что благодаря вам сохраняется память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны, но будем надеяться, что выйдет и третья, четвертая, пятая, и десятая, и двадцатая книга. Спасибо вам большое, будем рады видеть вас вновь у нас в студии. Будем работать, спасибо вам тоже. Сегодня в студии Город Плюс был Михаил Зиновьев, руководитель проекта «Наши герои XX века». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова